Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, всех поздравляю с праздником. И нынешняя суббота у нас называется субботой похвалы, субботой похвалы Пресвятой Богородицы. Мы вчера на вечернем богослужении читали Акафис Пресвятой Богородицы, он пелся, прославляли Божью Матерь. Но вот этот день, это празднование, оно установлено по случаю определенного события, которое произошло в Константинополе, когда заступничеством Божьей Матери после молитв к ней был освобожден город от захватчиков. Мы знаем, что вообще Константинополь часто пытались захватить, и вот один из таких случаев как раз был особо отмечен, когда император Ираклий, он воевал тогда с соседними персами, ну и войско ушло туда воевать. Но так получилось, что противник сумел собрать отдельное войско, которое подошло к Константинополю, и там не было защитников, то есть большая часть воинов ушла в поход, и поэтому оставалась надежда только на молитву, на молитву, ну и в частности на молитву к Божьей Матери, как жители города к ней обращались. И действительно Божья Матерь не посрамила, причем таким образом, что вот это какое-то малое ополчение, малое войско, которое было, оно сумело не только сохранить город, защитить, но и прогнать захватчиков. Было, конечно, там пытались и с моря зайти, но также приключилась буря, корабли разметало. Ну и мы видим, что именно заступничеством Божьей Матери, которые молились, была одержана такая победа, потому что там, ну, один к десяти, как говорят историки, было соотношение. Тем не менее, удалось одержать победу. Причем для нас интересно то, что как раз такой переломный момент, он был около Константинополя в храме иконы Божьей Матери «Живоносный источник». Вот именно там люди собрались, также молились, и вот рядом была одержана такая первая, ну, победа, которая стала переломной. Уже враг потом отступил, и уже, в общем-то, не смогли свое вот это численное преимущество использовать. Вот поэтому мы, ну, и в этот случай, и много, конечно, других случаев было, когда Божья Матерь заступалась за христиан, за тех, кто молился к ней, и мы ее ныне прославляем. Именно вот по поводу этого события было установлено позже пение, вот это пение словословное Акафиста Божьей Матери. И тогда это был первый Акафист, он был тогда единственный. Это потом уже со временем стали по подобию этого Акафиста сочинять и другие Акафисты, и Божьей Матери, и Господу, и Святым. Но вот это первый Акафист, и, собственно, вот когда мы также этот день называем «Суббота Акафиста», вот Акафист большой буквы, потому что он был как родоначальник этого рода песнопений. Вот и мы также знаем, что самое, наверное, самое, ну, как говорят, имеющее силу пред Господом моление – это словословие. Именно вот мы, когда молимся, обращаемся к Господу, мы и с покаянием к Господу приступаем, и с прошениями. Но именно словословие, оно имеет для нас, для нашей души наибольшее воздействие на нее оказывает, потому что, когда мы словословим Господа, Божью Матери, Святых, мы, ну, как бы мы ничего не просим, мы не думаем о себе, мы думаем уже о том, как нам прославить Господа, как нам прославить Божью Матерь. И такое, ну, можно сказать, в душе производимое бескорыстие, оно производит свое действие. Даже есть такой случай, когда вот было два монаха, которые согрешили, вот в каком-то монастыре они согрешили, и они ушли в уединение, чтобы покаяться. Ну, каждый в свое место уединились, и там в течение какого-то времени, там около месяца, может, они пребывали в покаянии, и потом, когда они вышли оттуда, покаявшись, и они засвидетельствовали, и даже окружающие их засвидетельствовали, что на них вот как некий отпечаток света Божия был, то есть Господь их простил, и грех, который они совершили, но отмечали, что один, он как-то более был, ну, просвещен, да, более светил был его вид. И когда спросили, что они делали, то они рассказали, что один говорил, что он каялся именно, ну, приносил покаяние в грехе, то есть думал о грехе, который он совершил, и каялся в нем. А второй говорил, что, сказал, что он приносил славу Богу за все, за то, что за его милосердие, за готовность простить грехи, и, ну, за все милости, которые Господь оказывал. И вот этот, тот, который Бога прославлял, вот он вышел, как бы, такой более озаренный светом, более просвещенный. Ну, и тоже мы стараемся не отступать от этого, то есть стараться приносить славу Господу, ну, вот, а ныне приносим славу Божией Матери, которая достойна всяческих похвал, которая, конечно, у нас не хватит слов, чтобы ее прославить. Нам нужно при этом и помнить, что прославляя Божью Матерь, мы должны и по мере наших сил, и ее жизни, добродетелям подражать, по крайней мере, стремиться к этому, к ее смирению, к ее кротости, к ее молитвенности, к ее желанию быть с Господом с самого уже юного возраста. То есть всему этому мы должны прилежать тоже, подражать, чтобы и из наших уст словословие, оно было приятно Божией Матери. Поэтому ныне, прославляя Божью Матерь, будем стараться и сами свою жизнь исправить, направить к Господу, ну, и по мере сил славить, не забывать Престятую Владычицу нашу, Могородицу и Песнодеву Марию, нашу заступницу, нашу покровительницу, ходатайцу пред Господом, через которую, надеемся, мы улучшим спасение. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok